Особое мнение на 101FM И вы можете без премудерации задать свои вопросы И один из них звучит следующим образом Игорь, сколько часов в сутки вы проводите в интернете? Считаете ли вы такие временные затраты продуктивными? Я думаю, что имеется в виду, скорее всего, ваша достаточно плодотворная работа над блогами Потому что практически каждый день в ЖЖ своем вы выкладываете блоги А, соответственно, мы их перепощиваем На самом деле не так много я провожу времени в интернете Вообще задачей любого руководителя Одними из его важных функций, которые он должен делать Это думать У меня такой способ просто приводить мысли в порядок Еще со школы В школе вел дневники, студентам вел дневники Тогда это было еще в общих тетрадях Что-то записывал по итогам, не обдумывал Ну, сейчас просто форма изменилась Раз такие вот платформы появились в интернете Поэтому, если какой-то вопрос меня заинтересовал Показался важным, интересным То я стараюсь как-то обдумать его Вот в такой форме Ну и кроме того, это хобби у меня такое Я не смотрю телевизор, но в это время могу почитать Какие-то новости на различных ресурсах Времени это у меня занимает немного У вас достаточно острые бывают публикации в ЖЖ Вы берете разные совершенно темы В том числе и политические какие-то истории И это не частая на самом деле практика Когда человек из системы образования Достаточно смело и открыто выражает свои мысли И задает вопросы И каждый раз, когда мы смотрим на эти посты Мы говорим, ну интересно Не звонят ли Олюну из Министерства образования И они говорят, ну-ка ты там попридержи свои мысли Ты вот смотри, ты же у нас работаешь в бюджетной сфере Не стоит? Бывали звонки? Ну, меня, конечно, интересуют темы политические По образованию учитель истории социально-политических дисциплин И выбрал эту профессию В том числе пошел на этот факультет Потому что с подросткового возраста Интересовался политикой И сейчас она меня тоже интересует Нет особого давления Я не испытываю никаких Ну, бывают, конечно, какие-то звонки Разных людей Не из Министерства образования Люди, которых, может быть, задело Тот или иной пост Они, бывает, иногда звонили Но это, так скажем, тоже у них частное мнение Им на это предлагаю Вы можете выступить со своим мнением Я же выступаю как просто гражданин Как частное лицо Просто мы в СМИ часто сталкиваемся с такой историей Когда преподаватели Которые в 90-х, в начале 2000-х Довольно активно выступали со своими мыслями И идеями Отказываются приходить в эфир И давать комментарии Мотивируя это тем, что руководство Учебного заведения не одобрит Вы с таким сталкиваетесь? И сами какую политику у себя в школе ведете? Как-то я не отслеживаю даже Каких там взглядов у меня придерживаются педагоги Я считаю, что живем мы все-таки В стране, которая называет себя Свободной и демократической Поэтому у нас есть место для любых воззрений Для любых мнений, точек зрения И чем их больше, чем они разнообразнее Чем аргументы весомее Тем интереснее обсуждать ту или иную тему И тем правильнее будут решения в конечном итоге Второй вопрос, который есть на сайте И он обращен к вам Звучит следующим образом Игорь, почему не вы министр образования Кировской области? Областному правительству не нужны Компетентные, яркие, независимые специалисты Как вы прокомментируете назначение на эту должность Человека далекого от образовательных проблем Или на первом месте у нас деньги Многосоставной такой вопрос Кроме того, что здесь есть комплименты Вашу сторону, да, реверанс Вас оценивают как компетентного, яркого, независимого специалиста Вопрос о новом министре образования Который, как считает, задающий вопрос Не имеет отношения к системе образования Ну, во-первых, у меня нет никакого желания Работать на должности чиновника Да, потому что, все-таки Я считаю, у меня призвание Именно работать в школе Мне моя работа очень нравится Я очень люблю Люблю, прежде всего, общение с детьми Я думаю, что я бы не смог работать Ни на какой должности другой Если бы не было вот этой отдушины В наше время, это первый момент Второй момент В системе образования Много работают очень ярких людей У нас очень много учебных заведений Образовательных организаций Которые возглавляют яркие личности Со многими я знаком Многие мне дадут фору По многим вещам Поэтому здесь, я не знаю Может быть, просто то, что Часто там можно читать Какие-то мои блоги В интернете у кого-то складывается Такое впечатление А кто-то не выносит Эти свои суждения На всеобщее обозрение Вот, может быть, такое Складывается впечатление На самом деле Людей ярких очень много И выбор Есть из кого выбирать Я думаю, в том числе И на посты министра образования Хотя я помню На одном из совещаний Которое проводил уже В качестве министра у нас Александр Михайлович Измайлов Он тоже вот С таким примерно вопросом Обратился к аудитории Руководителей Образовательных организаций Сказал, что хотелось бы Чтобы больше Ярких людей Было у нас В нашей системе Было у него такое пожелание Мне трудно оценивать Кадровые вопросы Которые находятся Не в моей компетенции Я думаю, что люди Которые принимали это решение Они руководствовались Какими-то своими соображениями И я надеюсь, что У нового министра образования Все получится Потому что она все равно Не одна работает В сотрудничестве С большим коллективом В том числе и с нами Сейчас с государственными Образовательными Но нужно напомнить Что министра образования Нынешняя Ольга Рысева 16 лет работала В системе образования Правда, она не имела отношения К педагогической деятельности Да, научной деятельности Она занималась Хозяйственными вопросами Вопросами обеспечения К этому, наверное, склоняется Вопрос Слушателя, который написал На сайте Вот эту вот реплику Ну, не знаю Тут, наверное, к тому Склоняется человек Что материально-техническая база Сейчас перевешивает Вопросы Обеспечения материально-технической базы Перевешивают Вопросы Самого образовательного процесса Тенденция, наверное, такая есть У нас вообще в стране в целом Ряд отраслей, например Возглавляют люди, которые в этой возрасте Могли, в общем-то, не трудиться Министерства могут возглавлять С другой стороны Когда мы выбираем губернатора и президента Мы же не ориентируемся на их профессию Да? Министр образования У него сегодня задачи Не только чисто педагогические Он вынужден действительно решать Очень много вопросов Которые связаны Взаимодействием с другими ведомствами Очень много Вот именно Хозяйственных, экономических, финансовых вопросов Он непосредственно не работает Со школьниками С педагогами Он работает с большим штатом чиновников Поэтому я не думаю Что здесь Может быть Большая какая-то серьезная проблема То есть у вас вопросов не возникло Нет, у меня не возникло Я думаю, вот на уровне школы, конечно На уровне образовательной организации Возглавлять образовательную организацию И работать непосредственно с педагогами С родителями и детьми Должен человек с педагогическим образованием Вот здесь очень хороший вопрос Человек с педагогическим образованием Может прийти и подать заявку на то Чтобы вписаться в кадровый резерв Который сейчас готовят у нас ВИАТГУ В том числе для Министерства образования И может стать в итоге директором и заочем школы Ни разу, ни часу, не проработав в качестве учителя Пожалуйста, ты выпустился из института Ты получил свой педагогический диплом Но ты никогда не проводил уроков в школе И при этом ты имеешь, конечно же, все возможности Занять управленческие должности вот в школе Пожалуйста, как вы к этому относитесь? Тоже не совсем согласен Но хорошо, что он имеет педагогическое образование Мне кажется, что у нас нет Ведь управления вообще Выпускаем менеджеров, управленцев По всему Такого не может быть Все равно управление объектно ориентировано И если ты управленец в системе образования Ты должен знать эту систему изнутри И знать ее достаточно хорошо Мне нравилась в определенной мере советская модель Когда человек, который возглавлял завод Как правило, проходил все ступеньки Почему в школе не так? Почему в школе такие ступеньки? В школе так же должно быть У нас много лет работает система При которой директорами и замами становятся Именно лица, которые выдвинулись Из большого круга учителей Но сейчас система другая Сейчас любой человек, который имеет Педагогическое образование И не только педагогическое Может заявиться на кадровый управленческий резерв И вы это знаете? Ну да, на резерв-то может заявиться Но все-таки, конечно, желательно Чтобы он имел опыт работы В школе Учителем, например Педагогическим работникам Сейчас мы прервемся на полминуты И все-таки выясним, почему это желательно Особое мнение На 101FM Особое мнение в эфире Его высказывает сегодня директор Средней школы поселка Вахруша Игорь Олин Микрофон работает Светлана Занько И все-таки вот ситуация Вы же видите ее сейчас Может быть, не большинство пока еще Должностей и директоров занимают люди Которые ни разу не преподавали в школе Не вели уроки Или крайне мал их срок службы В качестве учителя Но люди, которые просто заканчивают университет Которые проходят курсы Кадрового резерва Или повышения квалификации управленческого И становятся директорами Ведь нет у нас выборов, например, в школе Не могут учителя принять решение Кто должен возглавлять их школу Они же назначаются сейчас Да, сейчас назначаются Полностью Это не выбрать ректора университета Ну, правда, когда я бываю на совещаниях руководителей Мне не бросается в глаза, что у нас много молодых людей Которые занимают вот эту должность На самом деле Директорский корпус Довольно Там в основном солидные люди В солидном возрасте То есть еще, я думаю, многие работают уже лет Ну, явно больше 10-ти 10-15-20 В качестве директора Да, поэтому пока вот эта программа Кадрового резерва Она, наверное, рассчитана на то, что Многие люди уже пенсионного возраста Кто-то будет уходить И надо все равно иметь определенный резерв Чтобы было из кого выбирать А вас не пугает, что имея вот кадровый резерв Там подготовленный Ну, наверное, это нормальная система Конечно, когда готовят резерв И скамейка запасных большая Но вот ситуация, когда все директора Переведены на годовые договоры Позволит манипулировать, например, директорами Неугодными, там, министерству образования Или любому чиновнику Закончился у вас контракт Все, не продляют дальше Мало ли вы там выскочили со своим постом Который противоречит взглядам Вашего начальника Вам говорят, что до свидания Больше не директор Вот у нас есть там Оленька Или Машенька Или Ванечка Который очень лоялит нам И он будет возглавлять школу Не пугает эта история? Я мнение Анатолия Михайловича Чурина приведу Приезжал вот нам не так давно в школу И мы с ним разговаривали В том числе подняли этот вопрос Он сказал, что в принципе Это решение он считает глупостью Перевод директоров на годичные контракты Потому что трудно представить Что человек, который работает на годичном контракте Он не будет в течение этого года Продумывать какие-то запасные варианты Что он будет на 100% выкладываться И 100% посвящать себе этой деятельности И то есть каждый год Его будут содержать на таком коротком поводке Ну, я может быть Думаю так Все-таки для многих Образовательных организаций Изменилась ситуация в этом году В связи с тем, что там 29 у нас учреждений Переведены из муниципального подчинения В областное подчинение В том числе и ваша школа Да, да И поэтому, может быть, министерство Рассуждает таким образом Что оно просто познакомится с директорами Все ли они тянут вот этот новый ВОЗ Все-таки ведь много новых задач поставлено Совершенно новая ситуация Будут ли справляться Может быть, с этим как-то связано Но годовые контракты Это все-таки демотиватор такой, да? Для управленцев Может быть, рассуждали наоборот Что люди вот за этот год Должны себя показать И, соответственно Каким-то образом постараться Сохранить там свое место Кому оно дорого Может быть, так рассуждали Но инструмент все равно очень простый Хотя для большинства людей Я думаю, все равно Кто работает Все понимают Что значит сегодня директору Потерять работу посреди Там учебного года, да? Если там заканчивается 31 декабря его контракт Им говорят, до свидания То есть, что Он останется и без часов И без работы И, в общем-то На улице Это не удел Поэтому, конечно Мысли возникают Может быть Посмотреть, что там По часам, да? Может быть, каким-то образом Подстраховаться И работать как обычному учителю Да Следующая тема Которую хотелось с вами Обсудить Предложил экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин Он после трагедии в Кемерове Заявил следующее Он сказал, что Во всех детских садах Кирова Необходимо установить Камеры видеонаблюдения Причем сделать это За бюджетный счет И это Цитирую я Кузьмина Безусловно Безусловно Сработает на Дополнительную систему Пожарной безопасности Охрана наших детей И антитеррористическая безопасность Здесь И это видеоконтроль Который позволит В том числе Создать условия Для эффективной работы Воспитателей Сотрудников дошкольных Образовательных И учреждений Мы знаем Приводит пример Кузьмин Что в Кирове Зафиксированы прецеденты Когда воспитатели Открывают форточки Ставят детей на холодный пол Только для того Чтобы было больше больных И чтобы на воспитании Снижались нагрузки Как вам такое предложение? Ну я вот кстати Внимательно Смотрю за высказывания Именно этого депутата Алексея Кузьмина Бывшего депутата Они часто Мне кажется Имеют под собой Обоснования Серьезные Такие вещи Говорит Интересные Но все-таки Вот с данным Предложением Я бы не совсем Согласился По нескольким моментам Первый момент Понятно всем Что Конечно Хотелось бы Создать Самые безопасные Условия Для детей Вот в таких Учреждениях Но это Хотелось Уже очень давно У нас на протяжении Многих лет Стояли задачи И мы составляли Так называемый Документ Паспорт безопасности Который предусматривал Оснащение В том числе Системой Видеонаблюдения Входы Выходы Что-то там Коридоры Например Фойе И так далее Прошли годы Многие уже годы Прошли В принципе Здесь Особого продвижения Ну я служу В основном По районным Учебным заведениям По районным Детским садам И школам Особого Продвижения Здесь не наблюдается По обеспечению Этими системами Видеонаблюдения Это же Это очень дорого То есть Сегодня Мы запросили Вот нам нужно Например Здание Своё Оснастить Там 16 камерами Мы решили Да Там посчитали Куда мы их поставим Стоит Это примерно 250 тысяч То есть Если брать Во внимание Тот факт Что у нас Детских садов Сотни То на это Потребуются Гигантские средства Которых возможно Нет Хотя Вот именно В вопросе Устройства Видеонаблюдения Для безопасности С этим я согласен Полностью Да Надо установить Чтобы понимать Кто заходит Кто выходит С кем ребенок пришел С кем ушел Ну и так далее Это безусловно С этим я согласен Но я не согласен С тем Что нужно Вообще двигаться В том направлении Что Например Воспитатели Держать под постоянным Контролем родителей И чтобы Была камера И родители Могли наблюдать Что там происходит В детском саду В группе В спальне На кухне Как повара Готовят еду Я это проецирую На свою работу Если я веду урок Давайте мы поставим Камеру И будем наблюдать За тем Как я веду урок Родители будут наблюдать Или еще что-то И я тогда буду понимать Вот мы с вами Можем беседовать Тет-а-тет Доверительно Так скажем Или мы будем Ехать в общественном транспорте И беседовать Когда вокруг нас люди Да Уже другая ситуация Или мы вот сейчас Беседуем И понимаем Что нас слышит Довольно большое количество людей Мы тоже Наверное Несколько меняем Да Вот Свои фразы И так далее Поэтому На уроке Вообще-то Когда урок идет Я думаю Что и у воспитателя В группе детсадовской Когда идет занятие Это процесс Который Не Не Предполагает Вмешательство В любом виде Со стороны Третьих лиц Потому что Это Система Именно педагогическая Да Педагог работает Что значит Родители будут наблюдать И потом Мы знаем наших людей У нас Довольно значительный процент Граждан Сегодня Настроены Поскандалить Пошуметь Многие От отсутствия образования Кто-то от глупости Кто-то просто Ну вот и будет доказательство Ведь если не происходит Ничего такого И нет Не возникло никакого прецедента По вине воспитателя Например То у воспитателя Будет как раз Абсолютное доказательство Видеозапись того Что он действовал В рамках Своей профессиональной деятельности А это вот Ваня стукнул Олю по голове Мы утонем в доказательствах Или там Петя стащил из кармана Мы утонем в разбирательствах У Вани еще что-то Я вам просто приведу пример Вот ко мне приходит Например Мама Ученика начальных классов И говорит Учительница не так пишет На доске Вот она должна писать Вот так И она мне Начинает доказывать И доказывает Полчаса О том Что учительница Неправильно Но я понимаю Что Дама абсолютно не разбирается Ни в методике Ни в чем Она помнит Что ее когда-то В семилетнем или восьмилетнем возрасте Учили по-другому И она говорит Вот нас так учили И она тоже должна так учить У нас таких родителей Очень много И Они будут ходить Они посмотрят Все посмотрят У них будет Если 30 человек посмотрели Этот сюжет У них будет 30 мнений Они все пойдут судить Потому что у нас очень любят судить Не понимая Что они судят И они будут Вмешиваться Именно в различные детали Хорошо А тогда Что касается безопасности Ведь Как нам уже показала История с Кемерово Да и не первая уже история Ведь если Не дай бог Возгорание случилось Не в коридоре Где-то Что творилось бы Например Не дай бог В каком-то детском садике Закрыты Не закрыты Группы Что в этот момент Делают Сообщают Не сообщают Воспитатели Кузьмин говорит Что вот Родители Большое количество Родителей Которые наблюдают В этот момент Могли бы гораздо быстрее Сообщить О том Что какая-то Серьезная Тревожная Или чрезвычайная Ситуация Сейчас в учебном заведении Ну опять же Давайте представимся Вот родители Они работают Они работают Они будут каждый день Смотреть Что там происходит В садике Мы гаджеты Постоянно под рукой держим То и дело Заглядывая Затем Все-таки Образовательные организации Это не торговый центр Они находятся В другой ситуации В том числе Со стороны надзорных органов Они под строгим контролем Если вот мы школа Если мы не попали Под плановую проверку Которая у нас тоже Достаточно часто происходит То нас ежегодно Вот мы лагерь открываем Вот в мае Мы ждем Приедет все равно Пожарный инспектор Будет нас проверять Мы принимаемся К первому сентября Он снова едет Он снова нас проверяет Он знает Все наши Слабые места Все наши недостатки Потому что люди Тоже работают там много лет И Предполагать Что родители Там будут следить Откуда они Что они знают Родители Вот просто обычные родители Как обеспечить пожарную безопасность Они вообще представляют Как это сделать Я не знаю Это не нужно Это не нужно Вы против Это будут нервировать Именно тем Что все смотрят И Жалуются Скандалят И так далее Это только к этому приведет Больше ни к чему Мы сейчас прервемся Буквально на полторы минуты Рекламы Свое особое мнение Сегодня высказывает Директор средней школы Поселка Вахруши Игорь Олин И Вторую часть Нашей программы Начнем С Заявлений Экспертов Из РАНХИКС И высшей школы Экономики О том Что недофинансирование Системы образования Российской Федерации Уже в ближайшее время Приведет К катастрофическим Последствиям Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Микрофон работает Светлана Занькова И свое особое мнение Сегодня высказывает Директор средней школы Поселка Вахруши Игорь Улин Система образования В России Эксперты предсказывают Крах из-за Недофинансирования Ситуация в этой сфере Посвящен и доклад Центра экономики Непрерывного образования РАНХИКС И доклад Центра стратегических Разработок И высшей школы Экономики И все эксперты Сходятся к тому Что нынешний уровень Госрасходов А он равен 3,6% ВВП Не может обеспечить Даже минимально Необходимого Развития системы Учебных заведений Эксперты Приводят следующие Цифры Они говорят Что для покрытия Недофинансирования Последних лет Высшему образованию Потребуется Еще 60 миллиардов рублей Если ставить задачу Конкурентоспособности На мировом рынке А она ставится Последние годы Заявками Войдем в топ-5 В топ-10 Том-20 Топ-100 То цифра должна Вырасти в 15 раз От 60 миллиардов Авторы докладов Отмечают необходимость Дополнительное Вливание средств В школы Серьезно Вырастает потребность Воспитателей В детских садах И расходы На общее образование Как школьное Так и дошкольное Только для поддержания Возможностей Его системы Придется увеличить Еще на 40% Для поддержания Не для развития Ситуацию Обозначает Как критическую Что вы скажете По этому поводу Ощущаете ли вы Что ситуация Критическая И недофинансирование Присутствует Как это на вас сказывается Есть интересный взгляд Людей Которые не работают В системе образования Работают В других отраслях Например В области культуры Или В области По делам молодежи Или просто Бизнесменами являются Когда они бывают На заседании Например Думы нашей Муниципальной Слободской Они отмечали Что образование Съедает Львиную долю Муниципального бюджета Фактически Она приближалась К 60% 60% Это доля На образование От муниципального бюджета И когда нам говорят Что на образование Еще денег не хватает У всех Глаза на лоб Как так-то Другим вообще ничего не дают Да А образование 60% И без того поглощает И здесь мы сталкиваемся С каким моментом Когда мы говорим Что деньги идут На образование Давайте посмотрим Вот бюджет Обычной школы Что значит Деньги пошли на образование Если у нас Выросли тарифы На электроэнергию Отопление И мы каждый год Начинаем больше денег Тратить На эти расходы Это значит ли Что эти деньги Идут на образование Или все-таки Они идут На электроэнергию Отопление Да вот Вопрос возникает И у школ Огромное количество Обязательств Держит школа Школьный автобус Например Она его Технически обслуживает Она купила Тахограф Глонасс Ежемесячное Обслуживание платит Техосмотры И так далее Вот сколько денег Это на образование Вот это непосредственно На образование Или на что Пожарная безопасность Опять же Обслуживаться пожарной Сигнализацией Там Огнетушители Перезаряжаются И прочее Санитарная безопасность Крыс И так далее И если мы Все эти расходы Которые Родителям со стороны Не видны И детям Они чаще всего Не видны Эти расходы Если мы их уберем То что остается Непосредственно На образование Непосредственно На образование У нас в области Остаются Так называемые Учебные расходы Из субвенции Которая нормативно Это является А они составляют Вот например Если у нас школа 900 человек То мы получаем В год Около 600 тысяч Таких Учебных расходов В 600 тысяч рублей Сумма звучит Вроде бы Ну 900 детей И 600 тысяч На каждого ребенка Приходится Рублей 600 Только на Поменьше Да тысячи получается Поменьше Тысячи У нас один учебник Английского языка С рабочей тетрадью И с книгой для чтения Стоит сегодня Тысячу рублей Так это опять же Материально-техническая база А не сам процесс образования И даже еще не сам Да процесс образования Поэтому Но кстати Вот с этими учебниками Очень серьезный тоже момент Мы говорим о том Что надо вкладывать В образование Но мы сколько бы Не вкладывали Надо еще Во-первых Прекратить Безумные траты Ненужные Безумные траты На ежегодную смену учебников На ежегодную смену учебников Это же невероятно Мы за последние три года На миллион купили учебников Только наша школа И на миллион нам еще поставили учебников Централизованно Со стороны Министерства образования Что изменилось Те же самые учебники Многие учреждения говорят Вот Там не было грифов ЭГОС Поставили гриф ЭГОС Поменяли две картинки Два примера Что изменилось Деньги огромные Выкинуты У нас почему-то эту проблему Я не знаю Давным-давно Вот мы уже об этом говорим Возмущаемся Ну сколько можно Раньше хотя бы Была возможность Если учебник Исключили Из перечня Обязательных Из обязательного Вот этого перечня Федерального То можно было Пять лет этим учебником Пользоваться Сейчас эту строчку убрали В чьих интересах Ее убрали Я думаю Что явно В интересах издательств Тех кто Зарабатывает на этом Гигантские средства Вот надо сначала Эти непроизводительные расходы Все Исключить Навести порядок Тогда может быть Сэкономится еще Большое количество денег Ну и конечно Думать над тем Что разделить В вопросах Когда мы говорим О финансировании Образования Давайте Исключим Всю эту хозяйственную часть Обеспечивающие процессы Процессы там Которые Безопасности Что финансируется И вычли им то Что идет непосредственно На развитие Образования Как такового То есть На наглядные пособия Например На какое-то Учебное оборудование На какие-то новые Там технологии На скорость интернета Там и так далее То что применяется В учебном процессе И там эти суммы Окажутся Вот сейчас пока Они просто Слишком малы Слишком малы Вот такой момент То есть даже Если сейчас Услышат Руководство Российской Федерации Эти экспертные Оценки И вдруг Кинет денег И там Догонит Расходы На образование До 4,8% ВВП То не факт Что они сработают Так как Рассчитывают Эксперты То есть помогут Нашему образованию Действительно развиваться Потому что По-прежнему Расходы Вот эти О которых вы говорите Они неэффективны Сразу придумают Знаете что-нибудь Вот как с автобусами Вот встал Автобус у нас Вдруг потребовалось На автобусах Везти зимние шины Наперед С декабря По февраль Давайте введем Зимние шины Их ввели Мы вынуждены были Их приобрести У нас если 6 таких Автобусов в районе То они 40 тысяч В каждой школе 240 тысяч рублей Заплатили А если у нас 200 их уже Уже суммы пошли Ну и что С этими зимними шинами Точно так же Как мы забирались В горку Точно так же И с предыдущей резиной Забирались То есть я не вижу Там какого-то эффекта Ради безопасности У нас конечно Все подается Под соусом Таким благовидным Что все ради безопасности Но мне кажется Частенько у нас В первую очередь Думают над тем Кто это производит И кому это должно достаться То есть через школы Начинают прогонять Определенные суммы Такие вот целевые И это большая проблема Игорь Олин Это его особое мнение Вы сейчас слушаете У нас осталось Еще несколько вопросов Но меня Я сейчас Выделю следующий В том же докладе О котором я уже упоминала Центра стратегических разработок И высшей школы экономики Был затронут вопрос Развития государственно-частного партнерства В сфере образования Естественно Анализируется Тот демографический рост Который мы будем иметь В 20-30-х годах В связи со всеми программами Которые сейчас вступают И естественно Анализируется недостаток И учебных заведений И кадрового состава И финансирования В том числе И эксперты указывают На то Что необходимо Все предлагаемые Абсолютно все предлагаемые Сценарии Там несколько финансирований Развития системы образования В качестве прорывных инструментов Реализации Изменений Говорят о том Что необходимо А Вот вы уже сказали Цифровую трансформацию Произвести в школу На которой тоже нет сейчас Достаточного количества средств А Б Обязательно Каждый такой проект Имеет составляющую Частного государственного партнерства Которые Как говорят эксперты Позволят передвинуть Часть бюджетных расходов На период До 24-30-го года И получить современную Инфраструктуру школ Уже к 20-22 годах Этим инструментам Практически нет альтернативы Аналогично Цифровому образованию Результаты на традиционной основе Можно получить только Увеличение бюджетного образования В два раза А в свою очередь Государственное частное партнерство Позволит Как я уже сказала Передвинуть часть бюджетных средств Ну Оставим цифровое образование За рамками Может быть Для следующего раза А что насчет Государственного частного партнерства В сфере образования В нашем регионе Знаете ли вы Такие прецеденты Насколько вы считаете Эффективным Внедрение Этого инструмента И что мешает Его развитию Не очень знаком Я знаю Что у нас существует Несколько частных Образовательных организаций Иногда даже приходится Где-то пересекаться Команды приезжают Из этих учреждений В виде преподавателей Учеников Насколько эффективно Я думаю Что это должно быть эффективно У нас Вот эта сфера Частные школы Частные детские сады На мой взгляд Она должна развиваться Вот что я жду Например От частной школы У нас школы Государственные И муниципальные Они сегодня Задавлены Мелочной регламентацией В каждом направлении Каждого своего шага И у нас Посмотрите Если в 90-е годы Как грибы после дождя Росли Лицеи Гимназии Школы инновационного типа Да То сегодня Где у нас Вот где были прорывные Результаты Да Это были прорывные годы В плане того Что педагоги искали Руководители образовательных Организации искали Педагогические коллективы Находили какие-то Для себя ниши Развивались Становились на ноги В принципе утвердились Сегодня Появиться чему-то новому В нынешней Бюрократической системе Образовательной Очень сложно Поэтому Но Посмотрите Мы сталкиваемся Со все большим количеством Конфликтов В нашей сфере Конфликтов Связанных Вот с этой Классноурочной системой С отсутствием Индивидуального подхода Поэтому Частные школы Могут Послужить Примером Они будут какие-то Обкатывать новые технологии Более свободные Если будут Вот в этом плане Более квалифицированные кадры Привлекут за счет Может быть Более высоких зарплат Или я не знаю чего Ну вот в этом докладе Подробно не сказано Насчет того Что частные Государственные частные Школы Будут именно Прерывными В связи с теми Факторами Которых вы назвали А все-таки На них возлагают Надежды на то Что они возьмут на себя Часть финансирования В том числе Строительства И открытия новых Учебных заведений Детские сады Начальные школы Ну надо ведь Чем-то заинтересовать Тогда люди А чем их заинтересовать Что они построят Построить помещение Это очень дорого Но муниципалитеты Должны в этом Быть заинтересованы Мы должны смотреть На будущее Это уже 20-22 год Это ближайшее время Я не совсем Тут этой темой И владею Поэтому мне трудно Сказать Как они могут Заинтересовать Кого-то что-то построить Ну вот Чтобы открыть Частный садик Это же надо Все-таки иметь Помещение Аренные ставки Очень высокие Плата родительская Все равно не слишком высока У нас сейчас Заканчивается эфир Ну так вот Подумать У нас на последнем Пленарном заседании В общественной палате Поднимался вопрос О внедрении Так называемого Образовательного сертификата Когда родители Могут получать Как ФОМС Образовательный сертификат На своего ребенка И самостоятельно Выбирать Учебное заведение Хотя бы садик По своему усмотрению В таком случае Там посчитали Что в городе Кирве Где-то Около 6,5 тысяч На ребенка В садике выходит То есть вот 6,5 тысяч Садик стоит Частный Обычно 10-12 Там 15 тысяч И вот уже С этим сертификатом Гораздо доступнее Были бы например Государственно-частные Садики Или частные садики Таким образом Не надо было бы задуматься Над немедленным строительством И поиском бюджетных средств На новые сады Которые в последующем Могут опять опустить Но это тема Для следующего Например эфира Может быть даже Для дневного разворота Чтобы мы могли разобрать Эту историю Я благодарю вас За ваше особое мнение Напоминаю Что его сегодня высказывал Директор средней школы Поселка Вахруши Игорь Олин У микрофона работала Светлана Занько Всем хорошего дня Всего доброго Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok